Минуточку внимания, хочу поставить вам группу о продаже аккаунтов на разных играх, а также крмп. Еще у них проходит розыгрыш на 5 ключей из стима. Подписывайтесь на них и участвуйте, ссылочка будет в описании. Желаю вам приятного просмотра. Теперь у меня вот такой вот автопарк, это BMW M560, Yamaha, E63, Lamborghini, Monster. Как бы вот такие вот дела. Я продал Ferrari в год за 5,6 и купил вот этот монстр за 8,5 у подписчика. Большое спасибо подписчику Тони Фриман, он мне продал его за 8,5, хотя продавал за 9, но для меня сделал скидочку, так сказать. И вот я купил вот такую махину за 8,5. Блин, я давно на самом деле хотел себе монстр, но в рулетке он мне не выпадал вообще. И вот я, короче, его себе купил. Я хотел на самом деле купить себе Maybach, либо i8 на блатах, но ничего этого не продавали. И мне типа написал Тони Фриман, типа хочешь дам прокатиться на монстре. Я такой спрашиваю, ты его продаешь? Я говорю, да, за 9. А ведь типа за 8,5 отдашь? Что такое? Хорошо. И вот я за 8,5 купил себе монстр. Я не знаю, я ненадолго, наверное, его оставлю. Я жду, пока выйдет официально новый модпак. У меня стоит новый модпак, но у меня стоит не полная версия. Я жду, пока выйдет официально модпак. Новые цены будут, как бы. И хочу себе купить Audi RS6. Я думаю, она будет стоить в районе 5 миллионов. Я либо продам монстр кому-то, либо солью его за, в принципе, 8 миллионов. Вот он, у него воска 10 миллионов. А слить его в воск можно за 8 миллионов, короче. Поэтому, ну, конечно, потеряю 500 тысяч, если воск его слить. Но машина очень даже хорошая. Какие у нее есть плюсы? Плюсы в том, что на этой тачке можно ездить по полям. И вам за это ничего не будет вообще. Как бы, я думаю, это все знают, в принципе. Потому что я на форуме это читал. И написано, что если ездить на мосте по полям, то вам за это ничего не будет. И какой еще плюс в нем, что на нем можно участвовать в дерби, как бы. И вы всегда будете побеждать, я думаю. Это 100%. Потому что я не думаю, что какая-то машина сможет сломать монстр. Потому что, ну, любая машина соезжает под колесо и ее просто переворачивает сразу. Конечно, монстры-то, на самом деле, ответственность большая. Потому что если вы там наите на кого-то, он перевернется. И из-за этого могут дать пилюлей, короче. Из-за этого могут дать пилюлей. Но, блин, он медленный, на самом деле. Я вот думал его протюнить. Но, блин, на него ставить чип и нитро, я думаю, это будет, блин, бред. Но хотя я не видел, чтобы кто-то такое делал. Но я тоже такое делать не готов, на самом деле. Потому что денег нету. Как бы, если что. Такой спойлер небольшой вам. Да, мы купили семейный бизнес. Но какой бизнес, вы узнаете уже в следующей серии. Я там покажу, как я его покупал. В принципе, вы все это увидите. И какой бизнес я купил. Я купил именно этот бизнес для семьи. Поэтому, как бы, да, вы узнаете все в следующей серии. На самом деле, раньше, вот, монстры-то, типа, было круто и так далее. Но, блин, многим они выпадают. И вчера моему подписчику выпал монстр. Он его вроде продал уже. Как бы. А мне, блин, ни разу монстр не выпадал. Я решил купить его себе. Чисто покайфовать, поездить. Потому что, блин, ну... Это не та машина, которую нужно оставлять. И это чисто игрушка на какое-то время. Вот и все. Как бы, он прикольный. Я на нем катаюсь. Мне нравится очень. Но оставлять его навсегда, я думаю, не буду. Потому что я хочу себе купить RS6, когда она появится в это салоне. И, возможно, на красивых номерах ее купить. Либо купить и потом номера как-то поставить. Ну, а так, машина неплохая. Я думаю, можно спокойно за 9 миллионов купить. Раньше их по 15 миллионов продавали, по 20. А сейчас они упали в цене. Очень упали в цене. Спокойно можно за 9 миллионов за 10. Купить себе монстр. И в этом нет никакой проблемы. Напишите, кстати, в комментариях, хотели бы ли вы себе такую машину. Я думаю, каждый мечтал себе купить монстр. Как бы на нем ездить. Потому что, типа, редкая машина. Но носили их сейчас довольно-таки много. Он ездит, наверное, у каждого пятого человека. Просто этот монстр. Ну, просто мало кто на них ездит, на самом деле. И он просто может заехать куда угодно. Реально, куда просто угодно он может заехать. Это самая проходимая машина, мне кажется, в КРМП. Потому что, по-любому, это так и есть. Давайте пробуем даже под большим углом заехать куда-то. Так, останавливаемся. Ну, возможно, сюда он не заедет. Хотя, хрен знает. На самом деле. Ну, видите, он очень довольно-таки хорошо тянет. Здесь просто горка прям пиздец какая. Ну, а так, я думаю, он везде, в принципе, заедет. И кого угодно проедет. Но такое делать точно нельзя. А ну, мне интересно, мы на тот остров сможем заехать? Где там глубоко, скорее всего, мы туда не заедем, да? Давайте я гляну. Мне кажется, мы туда не заедем. Ну, да, как-то сильно глубоко. Хотя, я не знаю, насколько он может далеко заехать. Так, давайте напишем QQ. Так, открываем машинку, садимся. Куда далеко он может заехать? Ну, видите, не очень далеко он заедет. Но любая машина до сюда не заедет даже. В принципе, да. Ну, блин, я пока что поеду на и покайфую. Пока выйдет новый модпак, в принципе, да. Мне, на самом деле, очень жалко было Феррари сьбать в гвоз. Потому что Феррари тоже очень хорошая машина. Всем советую, если что. Она быстрая, хорошо управляется. Да, и выглядит очень даже классно. Было бы еще круто, если монстры в модпаке замели на более такую реалистичную модель, короче. Было бы тоже очень круто, я думаю. Давайте я вам прикол небольшой покажу. Блин. Он везде, конечно, проезжает. Но бывают такие объекты, что он их проехать не может. Например, какой-то шлагбаум вонючий. Так, давайте проедем. Смотрите просто, как он может заехать сюда спокойно. Смотрите, я останавливаюсь. И просто заезжаем. Просто спокойно заезжает, как бы. Просто изи, пацаны. Изи, рилток. Вот так вот можно стоять просто. Реально тачка очень годная, блин. Но, блин, не на каждый день это точно. Потому что, ну, 77 километров, такое себе на самом деле. Поэтому. Добираться, конечно, можно быстро. Подсчет того, что вы можете по полям ехать. Но все равно такого прям кайфа. Мы твои подписчики. Красавчики. Ну, блин. МГЭш, конечно, не нужно. И не нужно сзади меня стоять. Потому что машина может покатиться. В любой момент. Капиталка на него стоит, по-моему, 5-10. Ой, блядь, 10. 500 тысяч, короче. А тюнинг там. Чип стоит 25 миллиона. А нитро, я не знаю. Семью, кстати, пацаны, принимают только около 25-й. Ой, 20-й уровень, короче. Как бы. И то, что если у вас ниже 20-го, 100 тысяч даешь. Типа, ваш принимает. Уже это не работает. Только минимум 20-й уровень. И все. Все, масса опустился. Можем ехать дальше. Ну, я вроде бы как все рассказал вам. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok